Приветствую всех, я Дидюля, вы друзья у меня на канале, на нашем YouTube-канале. Сегодня я хочу открыть серию небольших рассказов о том, как создавалась та или иная музыка, как создавались те или иные произведения или даже целые альбомы. И мне захотелось рассказать сегодня о том, как вообще создавался альбом «Фламенко», в каких условиях, какими техническими, художественными средствами, что этому предшествовало, и как вообще эта музыка увидела свет, и почему именно такой альбом появился первым в нашей дискографии. И вообще это такой знаковый вообще альбом, знаковая пластинка. Она датирована у нас 2000-м годом, но вообще работа над альбомом «Фламенко» началась гораздо раньше. Уже в конце 90-х годов я четко понимал примерный концепт своего сольного инструментального альбома, и средства, которые он мог быть создан, потихонечку формировались, и прежде всего сформировалась студия, студия звукозаписи. Именно тот набор технических средств в студии, те инструменты, оборудование, которое было необходимо для того, чтобы реализовать вот эту идею с дебютным альбомом, мы потихоньку создавали Сергеем Кулешенком. Она обрастала база с техникой, с компрессорами, с микрофонами, компьютерами, программами. И потом уже в самый важный и нужный момент появился Сергей Мигачев, это аранжировщик, с которым мы вместе стали реализовывать все идеи, которые потом мы вместе с вами услышали в альбоме «Фламенко». Достаточно простой набор был инструментов. Это была гитара Admir AI-FI 2000, это был микрофон Shure SM81, это был компрессор DBX и, в общем-то, была достаточно средняя по классу звуковая карта и простой PC-компьютер и, в общем-то, домашняя студия. Все, больше ничего в нашем инструментарии не было. Были идеи, был талант звукорежиссера и аранжировщика Сергея Мигачева, были мои идеи мелодические и, опять же, аранжировочные. И была поддержка материальная и в какой-то момент моральная от Сергея Кулешенко. Вот таким трио мы взялись за эту работу. И, в общем-то, за короткий достаточно период времени была создана эта пластинка. В то время я использовал такую, по-своему, провокационную программу «Дэнс Машин», которая в конце 90-х, в начале 2000-х почти у каждого в компьютере стояла, у каждого, кто интересовался музыкой, аранжировкой. И я увидел, что в этой программе есть много интересных сэмплов, которые как нельзя лучше подходят для создания ритмических паттернов и структур. Достаточно прямолинейные были созданы ритмические структуры, построены на четных, на две четверти, на четыре четверти ритмических паттернов были построены биты, и на этих битах, собственно, я фантазировал, импровизировал и таким образом создавал первые мелодические наброски, которые вкладывались в эту ритмику. И таким образом свет увидели композиции фанданга, Испания. Все эти биты были вдохновителями для того, чтобы уложить в этот грув, в этот ритм, четко в своей метроритмике мелодию. Что-то я, может быть, могу и забывать, но в любом случае в конце 90-х годов было очень увлекательно работать с простыми ритмическими формулами, с простыми ритмическими комбинациями. Вообще добиться простоты – это было одно из моих творческих таких направлений. Я все убирал лишнее, убирал сложные импровизационные какие-то пассажи, старался минимализировать звук, мелодию. Потом открыл замечательную программу ИСИДПРО, которая помогала мне тоже создавать немножко другие ритмические паттерны. По другому закону она работала. Таким образом появилась композиция «Водопад», «Русская». И, собственно, потом же еще и была вставлена в альбом композиция «День». Такой был вокальный песенный эксперимент. Но уж очень мне хотелось слова Марха Яма в своем дебютном альбоме заявить и проявить. Была лирическая композиция «Румба», соответственно. И вот все эти эмоции, которые накапливались в конце 90-х, они вылились в пластинку, вылились в альбом. И, соответственно, появилась такая цельная работа, на мой взгляд, в которой была композиция и «Фламенко» со своим определенным драматургией, где вступала гитара. Потом начинался какой-то бит, раскрывалось пространство. Появилась мелодия такая многотактовая. У меня было много разных вариантов этой мелодии. Но в любом случае вот и та мелодия, которая встала в итоге в микс. Играет музыка много вариаций, около семи или восьми разных было мелодических решений. Но мы пригласили к нам в студию Владимира Балагурова, который в то время работал в компании RMG и занимался клубной танцевальной музыкой. Показали ему все варианты и сказали, «Володь, на твой взгляд, что бы ты выбрал?» Потому что мы уже закопались малость тут. У нас уже слух замылился, мы уже тут немножко не ориентируемся с Серегой. Какие могли бы быть решения? Он говорит, «Вы знаешь, вот эта вот мелодия, она что-то вот в ней есть. Она не совсем подходит, она, может быть, не совсем традиционна. Но я бы выбрал бы эту мелодию и поставил бы ее в микс». Мы прислушались к мнению Владимира Балагурова. Тем более, что он достаточно опытный компилятор хорошей клубной танцевальной музыки. И это окончательно финальная версия этой композиции. Этой мелодии вошла в микс. В общем, как показало время, достаточно удачно, потому что своей многотактостью, длинностью, ее почти невозможно напеть, но она в голове все равно сидит, где-то там она запоминается. Хотя, повторюсь, напеть эту композицию, ее почти невозможно. Она такая витиеватая, и не каждый вокалист вообще может спеть основную заглавную мелодию композиции «Фламенко». Другие мелодии напеваются легко, а вот именно эта напевается не так просто, но именно эта композиция довольно непростая легла в основу альбома. По-особому хотелось бы еще отметить композицию «Айсидора», которая тоже в какой-то степени оказалась знаковой для нас. У нее своя мистическая какая-то атмосфера в этой мелодии, в этой композиции. Начиналась она, бит мы создавали сначала в «Dance Machine», потом мы переосмыслили его, доработали, доработали звуком. И в итоге получилась композиция, которая очень минималистично построена по своей форме. У нее своя вообще система развития композиции, свои какие-то там внутри этого трека свои нюансы. Концертная версия этой композиции приобрела вообще свой какой-то оттенок. Но в любом случае я до сих пор сам до конца еще не осмыслил, что эта композиция и как она вообще оказалась у меня в моем пространстве творческом. Очень сложно пока про это говорить, хотя уже прошло достаточно много лет с момента выхода этих композиций треков. Но в любом случае загадка до сих пор остается. В общем-то мастеринг у альбома был сделан специфически, с использованием фри-фильтра. Пластинка получила такой броский, яркий звук, достаточно такой активный, в чем-то даже немножечко такой нагловатый. Но это было нужно для дебютной первой пластинки. Потом мы стали звучать чуть мягче, и потом уже в зависимости от разных композиций, компиляций альбома менялись по звуку. Но для данной пластинки, для альбома «Фламенко» было использовано определенные еще технологии звукозаписи. Конечно же, всего времени эфира нам не хватит рассказать про другие нюансы, но периодически я буду возвращаться и к этому альбому тоже, и, может быть, пробегусь по каким-то композициям и более точно и тоньше расскажу, как, что создавалось, почему так или иначе, почему эти композиции были созданы именно в таком виде, в котором мы их сейчас можем слышать. Концертный звук — это иное, но вот студийное звучание, те альбомы, которые создавались в начале 2000-х, потом впоследствии, про них есть что рассказать, периодически я вам буду рассказывать. На этом все сегодня. Спасибо вам за внимание. Я рад, что музыка из альбома «Фламенко» до сих пор звучит. Она жива, она интересна в концертах, в возможных других варианциях, в каверах ваших, которые вы делаете, в ремиксах. Пускай музыка звучит, приносит нам радость и радует нас на концертах. До встречи! Я Дидюля. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, заходите к нам в гости. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok